Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я сегодня изготовлю нимфу, которая конкретно работает по красноперке, платве, окунь иногда не брезгует, карась. Поэтому в процессе изготовления я вам буду все более подробно рассказывать, как вы у меня спрашивали по письмам. Что нам необходимо? Я взял крючок. Крючок нимфовый. Это может быть и Камасан Сотка 400 или Гамакатсу F11. Не столь принципиально. Огрузил латунной бусинкой, как вы видите. Немножко добавил свинца. Но свинец мы с вами будем, как обычно, я вот беру, добавляю немножечко клея и задвигаю в шарик, в то углубление, которое имеется. Если у вас нет, используйте ту огрузку, которая у вас получается. Просто я изготавливаю сейчас нимфу, которая будет работать на определенной глубине. Нить я беру тонкую, но достаточно крепкую. Крепим ее, где закончился свинец. Свинец я не проматываю, потому что потом даббинг у нас абсолютно все вскроет. Поэтому подложку мы не делаем. Вы часто спрашивали, можно ли использовать всевозможные перышки. Значит, я вам специально посвятил этот фильм. Мы очень часто изготавливаем разные нимфочки или стримера и делаем вырезы из наших перьев. Так вот, у меня вот остался такой вырез. Это охотничьего фазана, который с успехом будет служить хвостиком для моей нимфы. Подхватили его здесь. Следим за тем, чтобы он у нас находился сверху. Длина хвостика у нас должна равняться длине тела. Подберете, допустим, для себя сами. Чтобы наш хвостик стоял вверх, я вам уже неоднократно показывал. Поддерживаем нить ноготочком. И выполним парочку вот таких вот оборотов. Вот и все. Видите, наш хвостик достаточно хорошо-то поршится вверх. Оставляем здесь. В качестве сегментирования тела я буду использовать все тот же люрекс, который я неоднократно показывал вам в своих фильмах. Подхватили его. Мы с вами недавно изготавливали фильм, где я делал нимфу с использованием кроличьего меха. Вот у меня остался подшерсток, который от этого был даббинга. Мы выщипали. И получился такой даббинг. Я взял из набора буквально вот щепоточку черного даббинга. Добавляю его в свой. Вот тот шерстяной, который у меня был. Начес кролика. И вот так вот общипываем, нащипываем, делаем для себя даббинг для нашей нимфы. Значит, полностью все тело мы будем изготавливать из вот такого даббинга. Грудочку мы не будем ничем отделять. Как вы видите, у меня и блестки есть, и в то же время получился вот такой хороший комочек. Обычно всегда для того, чтобы хорошо выглядела нимфа, желательно вот так все-все-все мелко-мелко порвать. Я думаю, на один из вопросов я уже вам ответил. Берем теперь кусочек пленки, чтобы мне она не мешала. Конечно, ее желательно закрепить потом. Но подготовим для себя, вот как я уже неоднократно показывал, или медицинская перчатка, или кусочек, кусочек полиэтилена. Нам также еще понадобится, вот мы часто очень изготавливаем разные мушки с вами, и используем пуховое перо CDC. Вот я сделал вот такой вырез, это нам будет служить уже лапками для нашей нимфы. Но теперь остается только лишь одно. Значит, как я вам рассказывал и показывал, повторю еще раз, друзья мои. Вот это обыкновенная церковная свечка. Я обычно, когда вы видите в фильмах вперед-назад проматываю, это не для каждой нитки вот так подходит. Если мы будем вот так вперед-назад, то мы можем повредить, ну, достаточно тонкую ту нить, которую, вернее, составляющую моей нити. Поэтому я зачастую беру и провожу только лишь в одну сторону. Этого вполне достаточно 2-3 раза. Это позволяет мне хорошо провощить мою нить, и в то же время не взлохматить и не порвать ее. Теперь небольшими вот такими мелкими порциями наносим и слегка крепим на нашу даббинговую нить. Количество подберете для себя сами, но форма у моей нимфы должна быть достаточно крепкая и в то же время прогонистая. Теперь посмотрите, я просто нанес без всяких там составляющих, и вот теперь, как вы меня спрашивали, почему я зачастую расщепляю, но не формирую даббинговую петлю. Вот я вам покажу сейчас один из вариантов изготовления даббинговой петли. Мы теперь берем нашу нить, сделали колечко, перекидываем неоднократно так, чтобы закрепить у цевья нашу нить. И теперь я все это увожу мою нитку к шарику, чтобы мне она не мешала. Для удобства я обычно стараюсь подтянуть так, чтобы потом, когда я буду прокручивать, мне это не повредило изготовлению даббинговой петли. Значит, даббинговую петлю, если у вас нет никаких инструментов, можно зажать сейчас перодержателем и спокойно прокрутить. Если у вас имеются вот такого типа инструменты, почему бы их не использовать? Берем и зажали, закрыли нашу нить. И теперь я опускаю вниз. Ну и как обычно, вы сами знаете, берем и просто прокручиваем. Формируем теперь хорошую даббинговую нить с помощью даббинговой петли. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня вышла вот такая веревочкой хорошая даббинговая нить. И потом мы с вами будем начесывать тело. Для того, чтобы еще крепче была моя нимфа, так как она будет служить в придонном слое, отвечаю вам на второй вопрос. Зачастую я беру и совсем вот немножечко наношу клея на цевьё. И за счет этого, при дальнейшей моей вот такой вот намотке даббинга и формировании тела, мой даббинг еще лучше сцепляется с сывьем. И потом труднее рыбе порвать. Даже если она, верхний слой, будем говорить так, хорошо будет растерзан, то в дальнейшем все равно остается то, что подклеились волоски, и нимфа значительно дольше служит. Это для моего друга Александра Сибиряка. Я отвечаю сразу на тот вопрос, чтобы Хариус не сильно так растерзал нашу нимфу. Вот мы дошли до того момента, где будем изготавливать уже окончательно грудку. Я делаю следующую операцию. Или отрежем, или вот так вот снял с моих зажимов. Подхватили, а остатки удалили. Вот мы с вами еще дополнительно закрепили нашу вот такую резиночку. Я просегментировал тело. Теперь мы берем с вами остатки даббинга и должны сформировать хорошую пышную грудку. Без уже использования даббинговой петли, так как мы уже должны сами здесь по месту контролировать количество даббинга. Грудка должна быть достаточно пышная, и так, чтобы ее было заметно сразу нашей рыбе. Как вы видите, вот уже в таком варианте можно не добавлять ни лапки, ничего, а только начесать даббинг. Это я отвечаю уже на второй вопрос моего друга Алексея, который говорит, можно ли, можно. Как вы видите, вот спокойно мы с вами изготовили такую грудку, и теперь можно спокойно подчесать, накрыть потом чехликом, и она будет работать. Но учитывая то, что мы делаем более симпатичную нашу нимфу, я беру остатки нашего перышка, CDC, вымеряю длину для моих лапок, следим за тем, чтобы у нас оно никуда не убежало. Остатки сразу удаляем. Значит, так как перо CDC боится лака-клея, я нанесу на нить для более качественного крепления пера. Здесь промотаю и увожу нить там, где мы закончили формировать тело. Теперь, слегка увлажнив пальцы, чтобы мне было более удобно разделить на две приблизительно равные части, накрываем сверху нашей пленочкой, прихватываем ее там, где у нас закончилась наша грудка. Слегка оттягиваем ее, друзья. Теперь, если бы у меня был полиэтилен, можно было бы, допустим, сделать несколько длиннее крыло. Давайте мы сейчас сделаем с вами завершающий узел, и я не буду прерываться, покажу вам, как сразу мы доделаем нашу нимфу. Закрепили нашу вот так вот пленочку, и теперь нам необходимо будет сделать небольшую вот такую операцию. Буквально совсем немножечко я беру щепотку даббинга из набора. Следим, чтобы наши перышки не попали. выполню здесь один оборот. Теперь переломлю мою пленку, и буквально по даббингу, который мы с вами намотали, мы должны закрепить нашу вот эту резинку. Для чего я это делаю? Для того, чтобы создать как бы трамплин для изготовления крыла. Если бы мы с вами изготавливали из полиэтилена, то можно было бы спокойно взять и отрезать. У нас бы не было бы никаких проблем. учитывая то, что здесь нежелательно нам наматывать до бесконечности материалы. Я наношу на нить капельку клея и уже здесь сделаю завершающий узел. Многие скажут, что с заморочкой, но дело в том, что можно было спокойно обрезать и наша нимфа дальше бы работала. Но здесь я отвечаю еще на один вопрос. почему я обычно подматываю всевозможные даббинги. Я ответил вам для того, чтобы вот теперь, когда мы с вами переламываем пленку, как вы видите, она у нас достаточно мягкая и в то же время сделать крылышко будет проблематично. Ну и как обычно теперь я беру, складываю пополам и отрезаем. Пока мы не подкрашивали, не подмазывали, как вы видите, вот достаточно хорошо видно уже вырез зачатков моих крыльев. Обозначены у нас лапки и другие элементы. Давайте я немножко подкрашу коричневым и продолжим. Мы обыкновенной вот такой зубной щеточкой из походного набора я хорошо подчесал низ, чтобы была вне такая лохматость, в которой собирается воздух и дополнительно эти пузыречки привлекают нашу рыбу. Ну и как вы видите, друзья, практически никаких материалов, которые доставляли бы нам неудобства в изготовлении у нас здесь нет. Мы ее изготовить могли буквально за 5 минут, если бы я не отвечал на ваши вопросы. Как я уже говорил, шарик можно заменить, не делать, можно без шарика, но желательно тогда спинку сделать из вот такой фольги, как я уже неоднократно показывал. То есть вместо вот этой пленки, которую мы с вами делали, на грудку сделать вот такую блестящую пленку и потом, естественно, ее подкрасить. Вот и все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!